Александр Петрович Беляев, 28 декабря 1887 года, мичман гвардейского экипажа, декабрист, участник восстания на Сенатской площади, автор воспоминаний о пережитом и перечувствованном, брат папы Беляева, ранние годы происходил из дворян Пензенской губернии. Отец Петр Гаврилович Беляев, отставной коллежский советник, служил в Рязанском пехотном полку, георгиевский кавалер, масон, один из друзей Лабзиной Поздеева, воспитывался в доме богатого князя Василия Долгорукова. Александр Беляев окончил морской кадетский корпус, совершил плавание по Балтийскому морю, плавал к берегам Исландии, Англии и Франции. На службе в гвардейском экипаже Беляев впервые познакомился с масонами и под их влиянием стали формироваться его политические взгляды. Он являлся одним из основателей тайного общества гвардейского экипажа. Автор его уставов в 1825 году был принят Д.И. Завалишенным в Орден Восстановления членом Северного общества не был декабрьское восстание и ссылка. Участвовал в восстании на Сенатской площади, выведя с несколькими товарищами гвардейский экипаж на Сенатскую площадь. Арестованный вместе с братом 15 декабря 1825 года, переведен в Петропавловскую крепость. 3 декабря 1826 года был осужден по АВИ-разряду. После 8 лет каторги был переведен на поселение в Иркутскую губернию. Затем с указом от 23 июля 1833 года переведен в Минусинск, где находился до марта 1840 года. В Минусинске братья Беляевы активно занимались сельским хозяйством. Они завели молочную ферму, стадо мясного направления в 200 голов, вводили новые сельскохозяйственные орудия труда, культивировали новые продуктивные сорта гречехи, ячменя, просы и подсолнечника, улучшали породу местных овец, открыли даже небольшую школу, составили для нее учебники и сами стали в ней учителями. В 1840 году братьям Беляевым позволили поступить в военную службу рядовыми на Кавказ. После получения офицерского чина братья вышли в 1846 году в отставку и занялись сначала оба пароходным делом. Позже Александр Беляев с успехом управлял по волжскими имениями Льва Нарышкина, пытался облегчить жизнь крестьян. Последние годы жизни провел после амнистии в Москве, потерял зрение, похоронен на Ваганьковском кладбище. К концу 1940-х годов могила была утеряна, точное место было установлено усилиями В.В. Сорокина и Аллахиста Ржипского по фотографиям Краеведа Т. Лебедева. На памятнике стоит неверная дата смерти. 1885. Мемуары. Написал мемуары «Воспоминания о пережитом и перечувствовании» 1805-1850, в которых подробно описал свою жизнь и деятельность в Минусинске. Мемуары Александра Беляева содержат много интересных психологических и бытовых черт и характерных деталей. Рукопись была прочитана Л.Н. Толстым и заинтересовала писателя. Он выступил ее редактором и рекомендовал к изданию. Первые мемуары были опубликованы в русской старине. В 1880-1881 годах на следующий год вышло отдельным изданием. Книга Беляева содержит ценные сведения об организации и быткаторжной артели, занятиях в ссылке, жизни на поселения и бытесибирской провинции. Отдельный раздел «Воспоминаний» посвящен службе на Кавказе. В мемуарах Беляев показал себя человеком очень религиозным, врагом крепостного права, сторонником гражданских свобод. Прогресс общества, по его мнению, должен осуществляться на основе религиозной морали и безнасилия.